Алматы в огне Валившим от жилья. Они же разбудили спавший глубоким сном ничего не подозревающих жильцов и вывели наружу. Пожарные прибыли незамедлительно и сходу начали тушить огонь. Несмотря на всю свою оперативность и самоотверженность, огнеборцам не удалось обуздать стихию. За пару часов все четыре дома сгорели дотла. Из-за плотной застройки пожарные не могли подогнать спецтехнику горящим домам. Против них сыграла и узость улиц, затруднившая движение транспорта. К тому же выяснилось, что огнеборцев люди вызвали не сразу, а пытались сами погасить пламя. Пожарные предполагают, что очаг возгорания находился в рядом стоящей бане. За два часа огонь успел охватить площадь 250 квадратных метров, оставив после себя лишь залу и пепел. Семь единиц техники применили при тушении этого пожара. Более 20 человек боролось с огнем. Благодарение Богу все жильцы остались живы и невредимы, чего, к сожалению, нельзя сказать о их имуществе. Влишившись в одночасье нажитого годами добра, которая на их глазах обратилась в прах, люди едва не лишались чувств. Некоторым пришлось даже обращаться за помощью к медикам. Благо они все это время находились рядом. Истинные причины бедствия еще неизвестны. Пока же подозреваемый номер один – та самая баня, от печки которой и пляшет свои версии пожарные. Ими отрабатываются и другие возможные причины. Сейчас подсчитывается ущерб, нанесенный людям огненной стихии. А сами они разбрелись по родственникам и знакомым. Финансовая полиция Алматы возбудила уголовные дела в отношении фальшивомонетчиков. Специально созданы оперативно-следственным отделом, выявлены несколько преступных групп, занимавшихся изготовлением и избытом поддельных денежных средств. Указанные купюры, обратите понятые, пожалуйста, внимание. Значит, указанные купюры имеют одну и ту же серию. Так были задержаны фирма «Нюк» и «Черненко», у которых в автомашине обнаружили около двух миллионов фальшивых тенге. Сейчас их уголовное дело рассматривается в суде. Ранее сотрудники Финпола пресекли деятельность их коллег Калиева и Кадирова. У них при осмотре сумки также нашли поддельные купюры в количестве 100 штук. Один из них лишился свободы на три года, другой на пять лет. В обоих случаях подделывались банкноты номиналом 10 тысяч тенге. Как показывает практика, они у фальшивомонетчиков самые ходовые. Затем идут купюры достоинством в 5 и 2 тысячи тенге. Весной прошлого года борцы с коррупцией и финансовыми преступлениями вышли на след целые бригады фальшивомонетчиков. В Алматы и Каскелени выявили подпольные цеха, в которых производство левых тенге было поставлено на поток. В руках Финполацева оказалось все оборудование – химикат и фольга, бумага с орнаментом для водяных знаков, заготовки поддельных купюр и готовые к реализации пятитысячные банкноты. Из незаконного оборота изъято около 2,5 миллионов тенге. Владельцы и работники нелегального печатного станка приговорены к различным срокам лишения свободы от года до 8 лет. Всего же за 4 года с 2008 по 2012 годы за фальшивомонетчества осуждены 16 человек. А этот пожар произошел намного раньше. Поздним вечером загорелась кафе «Уйгентаз», что на углу улиц, то ли Би и Рузыба Киева. Здесь полыхнуло с крыши здание. Поначалу охрана взялась самостоятельно тушить пламя. И только когда вал огня стал уверенно нарастать, администрация дала знать в пожарное депо. Первым делом пожарные эвакуировали из здания посетителей. Их было около 20 человек. В это время языки пламени уже облизали всю кровлю кафе. Самонадеянность его работников вылилась огнеборцам сотни кубометров воды и несколько часов тяжелого и опасного труда по усмирению безмолвного врага. И здесь все закончилось без жертв. Владелец здания, конечно, понес огромные убытки. Внутри кафе практически ничего не уцелело. Причина пожара выясняется. У специалистов есть две версии произошедшего. Первая – это замыкание электропроводки. А вторая – несоблюдение правил пожарной безопасности при жарке шашлыка. Последняя кажется ближе к истине. Мангал, оказывается, находился прямо в зале. В пользу этой версии говорят и показания посетителей кафе. Родственники разыскивают Сорокину Наталью Викторовну, 1995 года рождения. 17 января она вышла из дома и не вернулась. Рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения. На верхней губе две родинки. Всех, кто что-либо знает о Наталье Сорокиной, просят сообщить по указанным телефонам. Управление внутренних дел Талкарского района разыскивает Касымова Нурсултана Сирикуна, 1991 года рождения, жителя поселка Алатау. Он 26 сентября выехал на велосипеде красного цвета в дом отдыха Алматау и до сих пор не вернулся. Рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения. Всех, кому что-либо известно о Нурсултане Касымове, просят позвонить по ниже указанным телефонам. Родственники разыскивают Турганбай Абуова. 1982 года рождения, жителя аула Харой Ильисского района. 20 марта 2012 года Турганбай Абуов вышел из дома и до сих пор не вернулся. Всех, кто располагает какой-либо информацией о нем, просят сообщать по указанным телефонам.